Одной из топовых тем всех последних месяцев, безусловно, является Приднестровье. Такой, знаете, нетипичный островок русского мира, который для Путина и компании стал чем-то вроде легендарной груши, которой очень хочется, но нельзя скушать. В том смысле, что о прямом сообщении с Приднестровьем и Кремль, и пропагандисты мечтают сутками напролёт. В идеале, лично для меня, совершенно понятно, что это выход к Приднестровью с отсечением Украины от вообще Чонного моря и вообще от моря как такового. Выход на полное правобережье, так сказать, его полное взятие. Будем бить по Одессе, но тут ещё плюс, действительно, стратегический выход к нашему Приднестровью, где 200 тысяч российских граждан и огромные склады боеприпасов. Но в нынешних реалиях до сухопутного коридора в Тирасполь, как и создание там свободной экономической зоны... Уже к началу мая, говорит, уже прибавочка будет полностью под Россией, Молдавия тоже будет под Россией, а Приднестровье, говорит, уже прилепит к Одессе, сделает свободную экономическую зону. Путинской шайке так же далеко, как до Магадана раком. Собственно, именно поэтому, если отбросить в сторону демагогию и влажные мечты, Приднестровье для Кремля уже давно превратилось в реальный чемодан без ручки. То есть и бросить жалко, и помогать сложно, особенно с тем учетом, что ни по суше, ни по воздуху вторая армия мира попасть туда не может. Унизительное зрелище, как для страны с вот такими амбициями. Освобождаем Украину. Во-первых, наши очень быстро будут продвигаться и очищать землю. Нам нужна территория от Днепр, выход на Приднестровье и сколько там, 300 метров, 300 километров от Днепра, как минимум, чтобы была нормальная буферная зона, нормальный форпос обороны. В общем, как вы уже поняли, все, что остается боярам, это трепаться языком. А на деле приходится утираться, когда то ли в ходе провокации, то ли из-за камней с неба, в непризнанной республике неожиданно начинает гореть военная техника. В воскресенье днем дрон Камикадзе, прилетевший со стороны Клеверного моста, взорвался на территории одной из вонских частей Тирасполя. В результате сгорел вертолет. У площадки с техникой есть камера видеонаблюдения. Она и засняла, как к вертолету подлетает дрон и происходит взрыв. Вертолет Ми-8 выгорел практически дотла. Опасный, как нам кажется, знак, как для вражеского анклава в украинском тылу. Но Путин ничего изменить не может. Но разве что головой об стену в бункере от беспомощности побиться. И здесь бы снова съехать на привычную отмазку про надули. Это просто надувательство. У нас просто надули. Вот только в случае с Приднестровьем надул царь исключительно сам себя. Ведь нынешняя печальная для Тирасполя и Москвы реальность стала следствием очевидных геополитических ошибок Кремля. А исправить их Путин уже не в силах. Вот почему в России банально отморозились после обращения, прости господи, приднестровских депутатов. Которые в конце февраля официально попросили у России защиты. Участники съездов депутатов в Приднестровье попросили у России защиты в связи с усилением давления Молдовы. Причем не просто попросили, а сделали все по донецким методичкам. Повизгивали и о притеснении русского языка, и об экономической блокаде. От лица всего народа Приднестровья сказать о том, как Молдова на нас давит и нарушает права людей. Сам съезд проходит на фоне сложнейшего экономического положения Приднестровья. И сейчас ситуация хуже, чем в 2006-м, когда Молдова тоже устроила экономическую блокаду Приднестровья. Казалось бы, уж в такой ситуации Кремль уж точно попытается аннексировать на этот раз уже территорию Молдовы. Особенно с тем учетом, что российские паспорта там уже есть почти у каждого. Но, видимо, в глубине души и Путин, и Шойгу отлично понимают, что банально не стянут Приднестровье. А потому Тирасполь вместо присоединений услышал что-то типа легендарного... Просто денег нет. Значит, найдем деньги, найдем деньги, сделаем индексацию. И на любой другой территории аборигены бы наверняка задумались, а стоит ли вообще ориентироваться на страну, которая не дает тебе ничего, кроме бесконечных проблем. С кремлевской печатью на лбу Приднестровье десятилетиями не может нормально торговать и, как следствие, развиваться. Новость о пошлинах для бендерского предприятия стала потрясением. На фабрике все сырье привозное. Сколько возьмет Молдова за кожу, фурнитуру, клей и другие материалы, боятся даже гадать. Дополнительные пошлины, проблемы с доставкой сырья, по сути, убивают местную промышленность. Да и на подачке из Москвы особенно не разгуляешься. Вот почему из Приднестровья бегут все, кто только может это сделать. У каждого преднестровца при себе есть как минимум один признаваемый миром паспорт. Российский, украинский или молдавский. Когда спрашиваешь, как им тут вообще живется, отвечают, что все хорошо, только почему-то все уезжают. А если не уезжают, то очень хотят уехать. Кто в Москву, кто в Кишинев, а кто в Европу. То есть островок русского мира за 30 лет процветания превратился в колонию компактного проживания пенсионеров. Причем последние чисто по всем законам логики не должны быть врагами своим детям и внукам. Но то, что мы увидели в Приднестровье во время, прости господи, выборов президента РФ, реально повергло в шок. Это видео снято днем в Тирасполе у Дворца Республики. Хвост очереди заканчивается возле парикмахерской, напротив хай-тека. На Бородинке, это третий участок для голосования в Тирасполе, тоже очередь была длинной, до самого вечера. Это видео снято в Тирасполе в половине восьмого вечера. А вот рыбница на улице темно, очередь стоит. Говоря простыми словами, таких полчищ идейных рабов не было ни в ДНР, ни в ЛНР, ни даже в Чечне. Отдай свой голос, что мы хорошо жили. Верим в стабильность, а для этого нужны наши участия. Именно в выборах. Готовы стоять три очереди, десять очередей. И это при том, что Чечню Кремль реально заваливает деньгами, а Тирасполе довольствуется лишь объедками. Скажем больше, Москва демонстративно показывает жителям Приднестровья, что считает их русскими. Но даже не второго, а третьего сорта. Например, с паспортами уже упомянутой ДНР и на территории России проблем нет. А вот как относятся российские силовики к ровно к такой же бумажке, но из Тирасполя. Границы России, я показываю, Приднестровский паспорт, вроде бы как бы неофициальная часть территории России, да. Мне там пограничили, говорят, нет такой страны, нет такой республики. Вот почему можно смело говорить, что современное Приднестровье – это территория победившей пропаганды. Такая себе Россия будущего, где холопов показательно презирают, кидают им корку хлеба, чтобы с голоду не померли. А те все равно от души любят отечество и царя. Более того, бегут за него воевать. Число оккупантов родом из этого крохотного островка русского мира измеряется в тысячах. И именно глядя на это, понимаешь тактику Кремля в отношении такого рода территорий. Российский солдат – освободитель для нас. Мы очень четко это понимаем. И однозначно будем защищать российского солдата на нашей земле. То есть повальная нищета в Приднестровье – это вовсе не случайность. И связана она с тем, что в серые непризнанные зоны никакой нормальный бизнес не заходит. Под нормальным мы сейчас имеем в виду прежде всего европейский капитал. В таких условиях руку помощи, очевидно, должна была протянуть братская Россия. Но за 30 лет все, что смогли предложить местным Путин и компания – это контракт на службу в армии. Причем уровень промывки мозгов для желающих служить сейчас увидите сами. Здесь все пропитано русским духом. Когда-то русский солдат сюда вошел. Очень давно. Суворовым. И больше никогда отсюда не уходил. Мы не называем себя приднестровцами, украинцами, молдаваньями, болгарами, гагаузами, тех национальностей, которые здесь проживают. Мы называем себя русским. То есть нищета аборигенов была полностью контролируемой. Кураторы в Москве отлично знали, что нормальной работы здесь нет. Да, было какое-то время, когда часть местных могла заработать на контрабанде. Но с началом войны России с Украиной на границе все стало максимально сложно. Старые схемы перестали работать, и жители Приднестровья оказались перед непростым выбором либо голодать, либо уезжать, либо идти в российскую армию. Миротворческие силы приглашают на службу по контракту. Вступить в ряды миротворческого контингента от Приднестровья могут граждане ПМР в возрасте до 40 лет, годные к военной службе по состоянию здоровья. И пусть вас не смущает слово «миротворческие», это россияне сами себя так называют. По факту жителям Приднестровья предлагается обычная служба по контракту. И вместо того, чтобы торговать рожей в районе родимой Колбасной, многие в итоге бегают по посадкам в Авдеевке. И это же не только Приднестровье касается. Просто посмотрите, сколько гробов возвращается, например, в Абхазию или Южную Осетию. 27-летний доброволец из самопровозглашенной республики Южная Осетия Саслан Габараев погиб на войне в Украине. Житель села Кутоли Ачамчирского района Абхазии Ахра Киркенадзе погиб в результате взрыва снаряда в Донецке. А Роберт Кулумбегов из Цхинвальского региона, по сообщениям, был убит в городе Ясиноватая. И вот здесь бы местным возмутиться и реально показать Москве рожки. Все-таки мало приятного в роли мясокомбината для Герасимова и Шойгу быть. Тем более совершенно очевидно, что интеграция в Молдову вывела бы Приднестровье на совершенно иной, прежде всего, экономический уровень. Как минимум, недореспублика избавилась бы от лишних налогов до пошлин, которые очень сильно отражаются на уровне жизни. Послушайте вот как ноют местные каналы пропаганды. Новые пошлины Молдовы. Тема номер один в Приднестровье. Это удар по экономике и всем людям. В Пишиневе считают, что в Приднестровье живут люди второго сорта, которым не нужны права на передвижение, на свободную торговлю, на доступные лекарства в аптеках. То есть языком типа независимые, но при любом шухере Молдова виновата. А если перестать играть в сепаратизм, глядишь, и шанс у малого и среднего бизнеса появится. А на местные предприятия вновь смогло бы заходить сырье. Все это моментально бы обвалило космические цены в Приднестровье. То есть можно было бы жить и работать у себя дома, а не по общагам в России всю жизнь скитаться. Основная часть мужчин, женщин, они на заработках в России. Вот они пересылают деньги, за счет этого люди и живут. Здесь-то на помощь Путину и компании приходит пропаганда. Ведь то, что круглыми сутками крутят по телеку жителям Приднестровья, это полный трэш. Кишинев проводит политику обезлюживания Приднестровья, заявил в интервью ТСВ политолог Игорь Шорников. Власти Молдовы планомерно на протяжении десятилетий пытаются создать из Приднестровья закрытую резервацию. Но на самом деле главная цель Кишинева это Приднестровье без приднестровцев. В общем, чтобы все понимали уровень, фашисты из Молдовы и Украины якобы спать не могут, только и думают, как поработить бы столь богатый край. Причем напасть на Приднестровье Украина должна была еще во время Михаила Саакашвили на посту губернатора Одесской области. Глобальная цель Киева ежедневными провокациями спровоцировать Россию. Сейчас полным ходом идет подготовка к вторжению в Приднестровье. Но время идет о воз и ныне там. Проклятые хохлы все никак не хотят нападать, и это при том, что в нынешних реалиях. Вернуть Приднестровье в родную гавань для украинской армии не составило бы труда. И здесь бы местным задать парочку неудобных вопросов как своим властям, так и пропагандистам. Ну, например, почему за много лет ни одна из страшилок так и не стала реальностью? Может, не так и сильно они нужны соседям, как Останкинские крикуны обещают? Ну вот другая интересная вещь. Вы знаете, вчера Сергей Лавров, позже вчера выступая в ОБСН, сказал очень интересную вещь. Я хотел с вами тоже это обсудить. Что в следующей очереди Молдавия. И когда я начинаю анализировать то, что говорят украинские так называемые военные эксперты, они уверены 400%, что до конца декабря украинские бандформирования при поддержке блоком НАТО и Румынии, и Молдавии нападут на Приднестровье. Но, как вы понимаете, подобных вопросов, конечно же, никто не задает. И лично нам кажется, что проблема в том, что жизнь в постоянном страхе, так сказать, на пороховой бочке, очень сильно влияет на психику людей. Они перестают мыслить логично, искать какие-то здравые аргументы. Им плевать на все на свете, лишь бы пришел добрый Путин и от мифических фашистов спас. Спасибо России за все. Если бы не Россия, давно Приднестровья не было. И, как видите, даже копеечных затрат Кремлю хватает, чтобы с помощью фейков и пропаганды, по сути, контролировать целый регион. И пока жители Приднестровья не осознают, что реальные фашисты сидят не в Киеве и не в Кишиневе, а как раз в Москве, где в рамках многоходовок, по сути, играют их жизнями, ничего в Террасполе и окрестностях не изменится. Старики дальше будут умирать в нищете и страхе, а их дети гнить в украинских полях или батрачить вдали от дома. Ведь какая-то иная судьба для жителей своих беднейших колоний Кремлем банально не предусмотрена.